МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Нет. Его давно нет. -"Дня 10? Да. Да и слава богу, век бы мне его не видеть. Он мне всю жизнь отравил. Проходите". Самому близкому к жителям подразделений районных полицейских требуется пополнение штата новыми сотрудниками. Служба участковых и полномоченных курортного АХО МВД набирает подходящих кандидатов. На сегодняшний день в районе работают 15 участковых. Деятельность сотрудников этого подразделения тесно связана с решением задач, как говорится, на земле. Конфликты граждан на бытовой почве, скандалы, связанные с постоянным злоупотреблением алкоголем, заявления соседей на других жильцов. Он говорил, ягодь Александра Македонский, а только муцефала не хватает тебе еще рядом. Это здесь еще порядок навели, а до этого такой был ужас. Да, 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 да. А я-то все слепая. Я уберу так, метелочкой, метелочкой заберу. Старший сын пожилой женщины, которая утратила зрение, превратил квартиру матери в откровенную помойку. Соседи стали жаловаться на неприятный запах появившейся в подъезде. Написали обращение в полицию. В квартире отключены газ и электричество. Незрячая владелица жилого помещения по понятным причинам сама не в силах привести жилище в порядок. Участковый разыскал родственников женщины. У нее есть два сына. Младший после соответствующей беседы с сотрудником стал потихоньку вычищать квартиру от хлама и грязи. Старший сын, который устроил здесь свалку, теперь появляется раз в месяц, чтобы забрать деньги у слепой матери. Вот семнадцатая я получаю пенсию, а так он это самое. Объявляется тогда, да? Да вы что? Он считает, что я обязана его содержать. Чудовище это. А сейчас, говорите, его 10 дней где-то не было, да? Да, да, да. При обходе жиломассива граждане обращаются к участковым с жалобами на соседей и на, бывает на родственников, ну, чаще всего на родственников. При данных жалобах участковый проводит профилактическую беседу и данная профилактическая беседа несет положительный характер. В связи с чем и заявления в многих случаях и не поступают. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Вы так и продолжаете вести такой образ жизни? Вы же отравили жизнь всем жильцам. Все на вас жалуются. Вас неоднократно доставляли в отдел полиции. И вы все равно продолжаете. В доме Павлицы Инструментальщиков с Сестрорезкой мужчина месяц жил на лестничной площадке. Гражданина из квартиры выгнала жена за ежедневные скандалы на почве злоупотребления спиртным. У жителя нашего города есть своя квартира, однако туда он не ушел, предпочитая обитать здесь со всеми вытекающими последствиями. Ежедневно наблюдать это, помимо взрослых, были вынуждены и дети, проживающие в данном подъезде. Мусор, пол, вот мочусь. Ну, конечно. Интересно кино. И бьете здесь же, и ночуете здесь же. Вот у вас кровать ваша. Служба участкового полномоченного является базовой, самой многогранной системе органов внутренних дел. Перечень обязанностей участкового самый широкий. От работы по жалобам граждан и контроля за социальными личностями до раскрытия преступлений. Сотрудники этой службы тесно взаимодействуют со всеми подразделениями правоохранительных органов района. 147. Так, это стволен. И 12 колебель, все соответствует. В обязанности участковых уполномоченных полиции входит в том числе и проверка соблюдения условий хранения огнестрельного оружия, разрешенного к обороту гражданским лицам. Карабины, ружья, травматические пистолеты и боеприпасы к ним население держат в жилых, но и квартирных домах. Условия хранения должны соответствовать мирам безопасности. Такие проверки у граждан дома происходят не реже одного раза в год. На сегодняшний день курортному ОМВД в отдел участковых уполномоченных требуется два сотрудника. Полицейскими не рождаются, а становятся граждане, готовые работать во благо своего города по охране правопорядка. Дополнительную информацию можно получить по телефону отдела кадров районной полиции. На сегодняшний день участковые уполномоченные полиции должны обладать высшим юридическим образованием, возраст не старше 34 лет, уметь обращаться в вежливое обращение с гражданами, хорошую физическую подготовку, так как он несет службу не только как участкового полномоченной полиции, но и задействуется на охрану общественного порядка.